по голенево закончили здесь всякую там реконструкцию здесь дорога теперь здесь у нас хороший вообще много дорог ставрополе сделали вот за этот год еще и продолжают делать продолжают делать сейчас улицу держинского когда сюда ехал смотрел там по улице держинского значит чуть-чуть тоже ее расширяют бордюры убирает и чуть вот приближает к опорам бордюры эти потом установят ну чуть шире дело это от артема и туда вот самый самый центр города в общем там тоже делают дорогу дзержинского делали воля него делали достоевского достоевского наверно продолжает еще делать так потемнело могу здесь снять показать что у нас скорее всего дождь тоже будет подписчиков встретил приятный такой парень сам он родом с калмыкии сюда в гости приехали получился в стару только что у нас здесь сделать красоту навели нам или нет давайте посмотрим вот смотрите как красиво делаю это вот красиво делает как и в общем-то тоже за модернизм но все-таки старом стиле намного красивее здесь тоже все доделают заделают здесь видите как начали делать вот таким образом чё думаю все нормально в общем я как сюда ехал я проехал значит здесь по сворово потом хотел повернуть на улицу савропольскому там кстати знак есть там знак есть так а здесь у нас что остановили документы проверяют может нарушил что-то а 33 градуса хорошо пообщались с эдуардом вот просто хорошо поговорили так я же домой собирался он подошел в игре дарить эти курить может хотел всегда вас увидеть вот там гуляли мы дела с фонтану на 50 лет в лкс вы же там рядом живете арену до ряда потом рит вас увидел подошел очень приятный приятный человек рассматривает вариант они переезда сюда но чуть попозже присматривается ребенка там еще два года учиться возможно что потом будут они жителями города ставрополя по советской ехали то булкино парковки не будет хотя и есть вот инвалидские места и вот его это полно парковки не что-то натягивает натягивает скорее всего наверно дождь будет ставрополь в общем все парковки на комсомольском пруду заняты вообще все вот заняты все хотят поближе припарковаться чтобы далеко не идти но и недалеко там можно сказать что я остановился вот я чего говорил друзья здесь делают дорогу видите вот так вот приближает прям к опорам к нашим но чуть шире чтоб стал ну здесь в принципе вот так две машины разъезжают в общем-то хотел по старопольской спуститься спустился вот здесь по кавалерийской какая тачка крутая есть у нас богатые люди в городе ставрополь даже очень много вы посмотрите какие дома строят даже там на дачная проходил такие домища выстраивают ну уж точно не 30 стоишь не получают видите продолжаетесь вот такие дорожные работы на чуть под расширили здесь вообще перегородили на вот смотрите в ту сторону расширили и в эту тир дзержинская как бы шире кажется но все будет понятно когда здесь нанесут разметку сейчас поедем что-то такой пудливый проезжай вот он положит здесь чистовой же асфальт вот так смотрите насколько шире стало намного шире стало а вы же помните раньше дзержинска на не то что на узкое было вот этих карманов не было тоже там карману вот сколько там лет пять-семь назад здесь реконструкцию делали может чуть больше может чуть меньше вот люди кстати вот это отсюда идут вот с консобольского пруда поднимается сюда что на тралик сели да и все кстати много людей я видел стоят прям и вот парковка как идти на комсомольский пруд от кавалерийской может своих ждут может такси вызывают ну потому что транспорт оттуда не ходит никакой не ну смотрите друзья намного шире здесь вообще может даже и не на четыре полосы на ранее будет а может будет все позже с вами увидите видите карманы такие для транспорта общего пользования даже очень все и неплохо просто неплохо не в на мыс направлении ростов улица льва толстого ну по льва толстого поедем а туда если прямо проехать то у нас дзержинского заканчивается что там какие там улицы краснофлотская это понятно там сочинская так все зеленый загорелся и тому же там анский лес холодные родники это можно там кинуть машину пройти туда и охладиться в холодных родниках но в общем то я вам скажу темнеет и смотрите ветерок такой вот начинает подниматься движение вообще нет даже удивительно нам дождь не страшно ну и лишь бы рада не было что дождь это все ерунда вообще темнота здесь так это у нас улица ленина потом мира будет лермонтова и потом я поворачиваю на 8 марта улицу и выезжая на даватарцев ставлю машину в гараж в общем я сегодня прям так хорошо покупался вода теплую вот как говорят парное молоко ага начинает сверкать но быстрее ехать на час дождик будет вообще у нас три или четыре дня как празднов погода нам обещает дожди должны быть так что побыстрее едем а вообще машин нету когда такое видите видите что здесь машины какие-то стоят кстати на Камсаке там какие-то соревнования идут то ли по волейболу то ли по баскетболу Никита давай Никита давай что же там за Никита такой людей очень много кстати было много людей и все подъезжают 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 машины только место где-то освободится смотришь уже какая-то машина нырнула оттуда так вот уже 8 марта улица вообще день солнечный вот солнечный день был смотрите так резко потемнело но уже время время начало шестого ну если точно 17 часов 14 минут так вот улица 8 марта бухгалтерские услуги здесь врубились автозапчасти пятерочка здесь появилась фикс прайс вот видите латочный ремонт сделали так неплохо неплохо сделали нормально машина не болтает плохо когда его рано начинают делать в общем как только погода позволяет вот по весне у нас сразу начинают делать латочный ремонт это вот независимо так а стеклушка грязная ничего страшного гремит 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 друзья быстренько быстренько в гараж еду но зонтик у меня в машине есть и независимо там когда советский союз был или когда там перестройка там была вот старополь всегда по весне сразу начинают делать латочный ремонт может нам крайне неудобно но сейчас чуть получше стало раньше знаете как было понадолбает эти здесь ямы и потом неделю мы скачем по этим ямам сейчас более оперативно начинают делать даже я в этом году смотрел значит что у нас здесь латали 8 марта краснофлотская и сразу выбрали все обрамили смолой этой замазали и сразу асфальтирует я думаю это хорошо так а что у нас бензинчик 92 53 50 подорожал дорожает бензин говорили не будет дорожать бензин подорожал еще и как подорожал здесь какое-то просветление идет край транс любимое предприятие приказе уже и расписался 17 августа мне на работу выходить в общем две смены остаются дневная смена и ночная и все я в отпуске я вообще быстро так проехал так температура падает температура воздуха за бортом плюс 31 1 1 1 1 2 1 1 1 2